В каких условиях содержатся осужденные, как работают и отдыхают? Представители общественно-наблюдательной комиссии и уполномоченные по правам человека Чуваша и Татарстана побывали в исправительной колонии номер 5 в Козловке. Они также пообщались с осужденными и ответили на волнующие их вопросы. Проверяющие побывали в центре для осужденных, находящихся в облегченных условиях содержания, то есть для тех, кто отличается примерным поведением. Центр построили 10 лет назад. На его возведение были выделены средства из федерального бюджета, Сегодня здесь находятся около 60 женщин. Свободны от работы время, они могут отдыхать и заниматься в кружках по интересам. Занимаются, согласно распорядку дня, художественной деятельностью, ландшафтным дизайном. Кружковые работы там проводятся очень активно. У нас 100% осужденных записались на кружковую работу. Комиссия осмотрела и Центр трудовой адаптации. Здесь осужденные шьют рабочую, специальную одежду и форменное обмундирование. Трудятся в две смены. Всего в колонии номер 5 на данный момент отбывают наказания около 630 женщин. Из них около 170 из Татарстана. Поэтому в числе проверяющих и уполномоченный по правам человека из соседней республики Саария Сабурская. Надежда Прокопьева, которая защищает права человека в Чувашии, тоже пообщалась со всеми желающими. Во время встречи осужденные к ней часто обращаются со своими проблемами. Стараемся вместе с администрацией службы исполнения наказания, с администрацией колонии вопросы решать. Они идут навстречу, прислушиваются к тем замечаниям уполномоченного. И, как правило, когда есть такие возможности, конечно, они устраняются. На этот раз к уполномоченным правам человека обратились 8 осужденных. Вопросы касались условно-досрочного освобождения, отсрочки исполнения приговора и по выплате алиментов. Гости приехали не с пустыми руками. Они подарили библиотеке, колонии художественную литературу и организовали для всех концерт. Наталья Егорова, Алиса Александрова, Вадим Владимиров, Вести Чувашия.